Девушки отдыхают Университета Анна, здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Присаживайтесь! Как приятно с утра видеть такое количество очаровательных девушек в нашей студии. Одни из меня и других. Я прям наслаждаюсь. Здрасте! Ну, давайте, перед тем, как мы начнем с вами разговаривать, мы быстренько посмотрим анонс программы «Удивительная рядом», затем уже будем с вами по горам. По долам. Куда хотите. Да по всгорьям! Ух ты! А знаете ли вы, что Эверест всего в 60 раз выше самой высокой точки на территории Омской области? Начинайте удивляться тема сегодняшней программы «Омск. Альпинистский». А знаете ли вы, когда в Омске появились первые альпинисты? Сколько вершин впервые покорили Амичи? И как наш город связан с первым документально зафиксированным русским горным восхождением? Сколько вершин, впервые покоренных нашими земляками, были названы в честь Омска и Амичей? 2, 4, 6, 8, 10. Все четные варианты. Время. Кстати, помимо вершин, существует несколько перевалов, названных Амичами в честь Амичей. Три носят имя Омские в горах Западного Тиньшани, на хребте Черского и Фанских горах. Есть перевал Омских политехников в Горном Алтае, перевал Омского клуба туристов на хребте Черского и перевал 30 лет Омского клуба туристов на Киргизском хребте. Здесь же есть перевал Омской горной комиссии. Итак, нужно выбрать один из вариантов. Екатерина выбрала самое большое, 10, а Данил и Татьяна решили, что хотя бы две, если есть такие вершины, уже хорошо. Но, к сожалению, не угадал никто. А знаете ли вы, что именно Амичи участвовали в самом знаменитом спасении на пике Победы? Это не шутки, лучше вовремя спустить человека. Гора будет стоять и на следующий год, и еще много лет, а жизнь человека, она бесценна. Лучше гор могут быть только горы, которые покорились Амичам. Удивительное рядом. Ну что, посмотрели мы прямо сейчас анонс программы «Удивительное рядом. Омская версия». Ну, понятное дело, Анна, мы вас видели. Вы уже не скроетесь от нас, вы были в жюри. Вот, скажите, пожалуйста, как показали себя конкурсанты? Насколько сложные были вопросы? Знали ли вы сами ответы на некоторые из них? Либо, как мне тоже удалось в свое время побывать в жюри, мы тоже сидели с удивленными лицами. Да, и удивлялись, ничего себе. Ну, на самом деле, конкурсанты показали себя отлично. Действительно, чувствуется, что люди разносторонние. Кто-то из них уже побывал в горах, кто-то из них даже профессиональный, можно сказать, альпинист. Вопросы были настолько интересные, что даже у членов жюри действительно округлялись глаза от удивления. Все понимали, что действительно «Удивительное рядом». Программа оправдывает свое название. И мы тоже узнали много нового. Ну, скажите, какой-то вопрос запомнился вам больше всего? Потому что вот сколько бы раз я не присутствовал на записи программы, всегда нет-нет, но один вопрос просто выносит. Вот, го, да не может такого быть. Как так? А вот потом идет объяснение, все это очень интересно познавать. Да, вопросы были связаны действительно с альпинизмом в Омской области. И некоторые из них были, ну, просто неожиданные. То есть мы, проживая на территории нашей Западно-Сибирской равнины, оказывается, имеем прямое отношение к горам. И самым, наверное, неожиданным был вопрос о том, сколько горных вершин и перевалов названо в честь Омска. То есть я знала, что они есть, но что их такое количество, честно говоря, для меня это было открытием. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, вот передо мной сидит очаровательная леди, вот, красивейшая, прекрасная. Вы в горы ходите, насколько я понял? Ну, да, я занимаюсь туризмом, в том числе и пешеходным, и горным, и периодически бываю в горах. Вот в этом году у нас запланирован поход на Камчатку, на вулканы. Как вы туда попали? Ну, вы же в свое время в студенческий год, наверное, ходили, ходили, кружок, пойду от давления. Да, можно вышивать крестиком. Хотите кислородное голодание и обморожение, пожалуйста, полейте в горы. Что? Ну, просто горы – это совершенно другие ландшафты, которые не свойственны нашей территории, которые вдохновляют, которые заставляют по-другому взглянуть на мир. И вот это, главное, так скажем, для меня мотивация пойти в горы. То есть, главное не покорить какую-то вершину, а побывать там. А дома ничего не готовить, просто пойти в горы. Я в горы. Да, дорогая на рыбалку, я в горы. Самая большая высота, на которой вы бывали, сколько? Ну, вот мы были в Непале в прошлом году, но высоты где-то 5,5 тысяч метров мы ходили на трекинг. А вообще самая высокая – это 5 642 метра, это Эльбрус. Самая высокая вершина России и Эльбрус. Слушайте, Ань, пожалуйста, а как у нас вообще ситуация с альпинизмом складывается в Омске? Где-то можно этому научиться? Вообще, насколько это развито и популярно? Да, конечно, у нас есть альпинистские клубы, и в настоящее время вот альпинизм у нас развивается, все больше молодых людей вовлекается в эту деятельность. Кто хочет, кстати, приобщиться, приходите 31 мая на Турфест на Зеленом острове, там будут альпинисты в том числе. Сможете познакомиться, найти единомышленников и, наконец-то, решиться отправиться в горы. Скажите, а есть у нас где-то вот этот вот скалодром? Скалодром есть, да, но скалолазание и альпинизм – это не одно и то же, то есть это элемент альпинизма, так скажем. Ну, надо с чего-то начинать. Ну, да. Вы знаете, мы желаем всем тем, кто собирается, либо уже занимается альпинизмом покорения новых высот не только в горах, но и по жизни, вам отличного настроения. Благодарность от нас за то, что в струкране сейчас так шикарно выглядит, и пришли к нам с утра, рассказали о программе «Удивительная рядом Омская версия». Спасибо. Альпинистки. Смотрите сегодня в 21.00. Мы же прямо сейчас уходим на новости. Вам отличных выходных. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин